Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Учреждения Карачаево-Черкесии получили 152 школьных автобуса. За пять лет удалось сделать учебный процесс комфортнее, удобнее и безопаснее. Заслуженный работник сельского хозяйства Абук Узденов награжден орденом заслуги перед Карачаево-Черкесией. Наша республика – земля талантов. В Карачаево-Черкесии состоялся всероссийский конкурс детского и юношеского творчества. Эти специалисты востребованы на рынке труда. Им предлагают высокую заработную плату. Выпускной у волшебников вкусной еды. 12 легковых автомобилей марки «Лада Гранта» пополнили районные медицинские организации, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь. Автомобили позволят ускорить оказание медицинской помощи в отдаленных районах и улучшат условия работы медработникам участковой службы. Всего в этом году получено 24 единицы санитарного транспорта. По инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» образовательные учреждения Карачаево-Черкесии получили 152 школьных автобуса. По итогам работы за 5 лет удалось сделать так, чтобы учебный процесс стал комфортнее, удобнее и безопаснее. А про дело на работе расскажет Мурад Женкезов. Среди позитивных изменений, которые произошли в республике за последние годы, можно отметить строительство образовательных учреждений, обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования, ликвидация очередей детских садов детей в возрасте от 3 до 7 лет и оснащение средних общеобразовательных заведений региона новыми школьными автомобилями. С начала действия федеральной целевой программы в 132 школы республики поступило 152 автобуса. Они в среднем ежедневно перевозят более 6 тысяч детей. В нашей республике оснащенность школ автобусами, скажем, составляет на сегодняшний день довольно хороший процент. Но, тем не менее, нам необходимо для оснащения полного еще более 50 автобусов. В этом году мы подали заявку на получение 22 единиц транспорта. Транспорт для перевозки детей отвечает всем требованиям техники безопасности. Регулярно обследуются маршруты движения. Каждый автобус оснащен навигацией ГЛОНАСС. Предусмотрены откидные ступени, посадочные места, оборудованные ремнями безопасности. Предусмотрены отсеки для портфелей. Специальное устройство препятствует движению при открытых дверях и ограничивает скорость до 60 км в час. У нас здесь обучаются не только дети из Хабирского района, но и из других городов, другого, Дегихабрского района. У нас очень много детей, которые обучаются здесь, у нас в лицеи. Но доставляем мы детей из населенных пунктов, начиная с поселка Бахука, заканчивая, значит, поселком Ауламжако. Именно с приобретением вот этих школьных автобусов, конечно, это и для родителей, и для детей имеет немаловажное значение, потому что с населенного пункта они могут сразу на школьном автобусе добираться до лицея. По инициативе «Единой России» до 2024 года в регионы страны поступят 16 тысяч школьных автобусов. Потребность Карачаева-Черкесии составляет 50 единиц автотранспорта для перевозки детей. В этом году, благодаря партии «Единая Россия», республика подала заявку на получение еще 22 новых школьных автобусов. Мурат Шанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Орденом за заслуги перед Карачаевой-Черкесией наградили Абука Узденова, заслуженного работника сельского хозяйства. Поблагодарить ветерана труда прибыл глава Прикубанского района. Далее расскажет Карача Биджеев. Абука Узденов, 97-летний ветеран труда, труженик тыла и заслуженный работник сельского хозяйства Карачаевой-Черкесии, прошедший нелегкий жизненный путь. На его судьбу выпало много испытаний. Депортация, тяжелое послевоенное время. Сейчас все это ветеран вспоминает в кругу семьи, с улыбкой на лице и в то же время с горечью в сердце. У него множество медалей и, как признается Абука Загаштокович, все эти награды мне очень дороги. По поручению главы республики Рашида Тимрезова с приятной миссией семью Узденовых посетил руководитель Прикубанского района Мухаммад Чумаев. Поблагодарив ветерана за трудовые подвиги, он вручил Абуку Загаштоковичу орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесией. Мы сегодня заехали в гости по поручению главы республики Рашида Тимрезова нашему уважаемому жителю Прикубанского района Мухаммад Чумаеву Загаштоковичу с хорошей приятной миссией вручить заслуженный орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесской республикой, поблагодарить его за весь их трудовой подвиг. Абу Куздинов начал работать с 16-летнего возраста. Побывал и на берегах Ледовитого океана, и в степях Кыргызстана. Воспитал, приучил к труду, дал образование своим трём детям. Доброжелательный и вежливый. Здесь, в родной Карачаевой-Черкесии, он проработал много лет. На вопрос, чем вы любите заниматься, ветеран рассказывает, что раньше обрабатывал огород, держал крупноргатый скот. Свободного времени было мало, а сейчас Абу Куздинович любит читать книги и смотреть телевизор. Физический труд – это жизнь. Без физического труда, например, жить очень трудно. Я его уважал. Все время я хомут носил, работал все время физически. Абук Загаштокович долго рассказывал о своей жизни и о том, насколько важно трудиться. Ведь, как говорит ветеран, труд облагораживает человека. Молодежь должна реализовать свои способности для своего светлого будущего. «Самое главное не то, что мы получаем за проявленную работу, а то, кем мы становимся в результате нее». Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаевой-Черкесии. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаевой-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 655 человек. Из них 20 277 выздоровели, 120 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. В республике составился региональный этап всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», который на протяжении ряда лет проходит под эгидой КПРФ и Министерства культуры Крачево-Черкесии. Космические костюмы, космический макияж, космические песни и стихи. И все потому, что тематика была посвящена 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. В романтику далекого космоса окунулась и Фатима Даурова. И с них-то нам не рога космодрома, не злитная синева. Знаменитый хит «Вия» «Земляне», ставший в народе негласным гимном советского освоения космоса, подпевал весь зал. Детский конкурс «Земля талантов» собрал на сцене Дома культуры Аула Кашхабль талантливых девчонок и ребят не только из Горочаева-Черкесии, но и из соседних регионов, которые соревновались в разных номинациях – хореография, декламация, вокал. «Земля талантов» – первый и практически единственный в России бесплатный конкурс для ребят. Особое внимание мы уделяем детишкам из многодетных, малоимущих семей, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Фестиваль уже проходит восьмой раз, и наша партия все эти восемь раз помогает активно участвовать в реализации этого фестиваля. Пока одни артисты выступали перед жюри, другие настраивались на свой выход на сцену. Кто-то повторял элементы танца, другие слушали последнее наставление своего хореографа, третьи делали фотографии на память, а кто-то давал интервью нам. Мы будем показывать танец «Уч». Очень красивый этот танец, танцуется в парах, мне он очень нравится. Наш коллектив представляет танец «Черлидинг», и мы будем танцевать его, пока не победим. Конечно, трудно представить Кавказ без национальных танцев, которые захватывают зрителя своей красотой, мелодичностью, ритмом и хореографией. Но вместе с традиционными танцами шагают и современные, показывая разнообразие творческого потенциала молодых артистов республики. Карачаева-Черкесия полна талантов разных возрастов. Доказательством этому стало выступление самой юной конкурсантки Беллы Джумаевой в номинации «Литературное мастерство». Весь ее космический образ был продуман до мельчайших подробностей. А стиль ее декламации настолько покорил членов жюри, что звание лауреата первой степени ей дали со словами «безоговорочно». У конкурсантов в разных номинациях, которые были отмечены высшими наградами, теперь появилась возможность выхода в финал Всероссийского конкурса «Земля талантов», который пройдет в Москве осенью этого года. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабецкий район. Если хочешь зарплату больше, чем у министра, то надо получить диплом очень полезного для жизнеучебного заведения. В Карачаево-Черкесии высокий уровень оплаты труда предлагают выпускникам колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Репортаж Руслана Карпмазова. Сегодня у этих юных девушек и парней начинается взрослая жизнь. Они выучились, сдают экзамены и дали на работу. И зарплаты им предлагают высокие, и на такую работу Блад не нужен. Объявления просто висят на стене. Семен, вот объявление. Нужны пекари 43 тысячи рублей, кондитеры 38. Скажите, пожалуйста, это реально объявление? Это все реально. Такие суммы получают. И вот вы сегодня выпускник. Скажите, пожалуйста, после колледжа вы рассчитываете на такую зарплату? Да, конечно. В принципе, карьерный рост можно даже и больше получать при желании. Это зарплаты обычного рабочего в цехах или помощник кондитеров или что-то еще. Это обычные работы. Охота за выпускниками – это не только заманчивое объявление. Работодатели сами приходят к ребятам. Вот сегодня в колледж приехала и лидер индустрии общественного питания Карачаева Черкесии, генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Пицца-Хат» Фатима Исламова. Очень востребованы. Во-первых, они готовят очень высокопрофессиональные кадры. Во-вторых, дети адаптированы к работе, к жизни и с ними легко на производстве. Если кто-то из выпускников мечтает стать не просто волшебником вкусной еды, а владельцем бизнеса, как Фатима Исламова, то в этом колледже научили, как добиваться цели. А скажите, пожалуйста, насколько это реально простому выпускнику, потому что здесь учатся не дети олигархов, открыть какое-нибудь свое маленькое заведение и зарабатывать на этом деньги? Ну, я думаю, если есть цель, то это возможно, потому что можно начать с чего-то низшего и добиться цели. А чего именно низшего? Можно на дому делать торты или какие-нибудь кондитерские изделия. И это начало большого бизнес-пути будет? Да. В Карачаевой Черкесии уже пришло осознание, что рабочая профессия позволит достойно жить. И осознали это и родители, и дети. Родители видят, что наши выпускники фактически трудоустраиваются даже по некоторым специальностям, по технологии общественного питания, по повара-кондитерам, они вообще нарасхват. Почему? Потому что и конкурс на прием по этим специальностям у нас немалый. Как в МГИМО? Нет, нет, но у нас есть отбор. Сейчас в этом колледже на каждые два места претендует три абитуриента, поэтому колледж не умоляет молодежь учиться, а отбирает самых лучших, которых не надо умолять достойно жить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас продолжение фильма «Эксперт». Продолжение следует...